За последнее время было создано множество уникальных приспособлений, которые значительно улучшили нам жизнь. Технологии и наука не стоят на месте. Человек постепенно раскрывает для себя тайны этого мира. Однако до сих пор неясно, почему перестали летать на Луну. С момента высадки американских астронавтов на поверхность Луны прошло несколько десятков лет. Во время этой миссии они собирали образцы грунта, устанавливали на поверхности флаги и даже проводили некоторые эксперименты. Полет человека на Луну позволил науке шагнуть далеко вперед. Однако в одночасье все программы были прекращены. Что же случилось? В этом видео мы рассмотрим несколько теорий, объясняющих возможные причины отказа от дальнейших полетов на Луну. Начать, наверное, стоит с пояснения о том, как создавались лунные проекты. История освоения Луны началась еще в прошлом столетии. Это была своеобразная борьба двух мощных государств за превосходство над всем миром. СССР в то время занимал лидирующую позицию. И в НАСА прекрасно понимали, что сократить дистанцию прямыми путями не удастся. Нужен был прорыв. Поэтому была создана большая команда ученых, которая разрабатывала лунную программу. Над этим проектом трудилось около 400 тысяч человек. Затрачено же было более 110 миллионов долларов. На Луну было совершено множество тренировочных полетов. Перед первой посадкой на поверхность спутника Земли было запущено 10 летательных аппаратов серии «Аполлон». И лишь «Аполлон-11» совершил эту невероятную миссию, впервые приземлившись на Луне. После этого исторического события НАСА провело еще несколько высадок на Луну. Однако в 1972 году американцы закрыли все свои проекты, связанные со спутником Земли. Вслед за США лунная программа была остановлена и в СССР. После этого полетов в космос больше не было. Не совсем понятно, почему перестали летать на Луну. Что касается СССР, то здесь дела с лунной программой обстояли намного печальнее. Сердцем лунного проекта был Сергей Павлович Королев. После его смерти положение Советского Союза в вопросах освоения космоса значительно ухудшилось. В свое время СССР отдал все свои силы на первые шаги в освоение космоса. И, возможно, на лунные проекты просто не хватило ни сил, ни средств, ни возможностей. И полет космонавтов на Луну в такой ситуации был просто невозможен. Никто так и не дал вразумительных пояснений, почему были закрыты все программы по полетам на Луну. Внезапно утратили интерес к вопросам освоения спутника Земли. Может быть, не было финансирования? Или есть другие причины? О чем-то не говорят публично. Что же такого было обнаружено на поверхности Луны, из-за чего полеты прекратились? Существует теория, связанная с необъяснимыми явлениями и даже пришельцами. Появились сообщения о том, что на поверхности и орбите Луны долгое время наблюдали множество непонятных объектов и странных явлений. Большинство аномалий просто не поддавались объяснению. С целью исследования этих непонятных явлений еще в начале 1965 года были созданы научные общества. В их состав входили только высококвалифицированные сотрудники, которые обладали немалым опытом и соответствующими знаниями. СССР и США прекрасно знали о необъяснимых явлениях, и аномалии вызывали огромный интерес. Многим ученым хотелось узнать, что же это такое, и получить хоть какие-то сведения. Так что же произошло на пути к Луне? Спустя годы в одном из телевизионных интервью астронавт Балс Улдрин рассказал о своих наблюдениях. Уже на подлете к Луне экипаж Аполлона-11 увидел свет в иллюминаторе. Улдрину показалось, что светящийся непонятный кольцеобразный объект двигается вместе с кораблем, будто бы сопровождая его, что выглядело довольно странно для межпланетного пространства. К тому же Балс Улдрин, второй астронавт миссии Аполлон, который ступил на поверхность Луны вместе с Армстронгом, наткнулся на астронные скульптуры, которые лежали на поверхности Луны неподалеку от места их посадки. Они излучали свет и были явно созданы кем-то. Балс Улдрин говорил обо всем этом, полагая, что НАСА давно обнародовало эти сведения. Оказалось, что Американское космическое агентство по какой-то причине этого не сделало. В итоге признание Улдрина приобрело сенсационный оттенок. Эта история набрала в интернете небывалую популярность. Ее растиражировали сотни, если не тысячи новостных сайтов по всему миру. Неудивительно, ведь ее суть в том, что Улдрин якобы прошел проверку на детекторе лжи, которая подтвердила, что он видел рядом с Луной инопланетный космический корабль. И многие тут же сделали вывод, что Луну уже освоили до нас, и мировое правительство просто не готово к реальному столкновению с пришельцами. Уфологи стали активно на него ссылаться, производя в качестве авторитетного доказательства то, что инопланетяне существуют, а нас это скрывает. Все последствующее время Баус Удрин не раз опровергал эти версии, уверяя, что его слова были неправильно поняты, и он никогда не имел в виду инопланетян, что у него были другие объяснения. Мол, свет, который он видел, и Армстронг, находясь в лунном модуле, скорее всего был солнечным, отраженным, возможно, от ракеты, от которой они отстыковывались. Левосолнечные зайчики пускали панели, которые они сбросили, чтобы выбраться из ракеты. Но кто знает, вдруг в иллюминаторе посадочного модуля светили не панели, как предполагает Удрин, а тот кольцеобразный объект, который так и остался неопознанным. С другой стороны, астронавты Аполлона-11 привезли множество снимков высокого качества. Фотографировали и на Луне, и на пути к ней. Странно, что они не запечатлели эти непонятные светящиеся объекты. Или, может быть, снимки имеются, но НАСА их скрывает. Вся эта шумиха породила еще одну не менее фантастическую теорию о причинах прекращения полетов на Луну. Люди не прекращали полетов на спутник Земли, по той причине, что они никогда там и не бывали. Сторонники этой теории убеждены, что вся эта история с высадкой на Луну – огромная фикция и мистификация, созданная с помощью кинотехнологий. Якобы все снимки и кадры высадки астронавтов были сняты известным кинорежиссером Стэнли Кубриком по специальному заказу НАСА. А причина проста – матушка гордыня. Не могли американцы спать спокойно после успешного полета Гагарина. А вот недавно НАСА опубликовало снимки места крушения ракеты-носителя миссии Аполлон-16 на поверхности земного спутника. И одна из самых громких конспирологических теорий последнего столетия стала трещать по швам. Выходит, американцы все-таки бывали на Луне. Казалось бы, вполне рядовая новость, появившаяся на сайте американского космического агентства, может означать конец целой эпохи лунного авантюризма. НАСА назвало точные координаты и опубликовало снимки места крушения ракеты-носителя Сатурн-5, которая доставила к Луне исследовательский корабль Аполлон-16. Начиная с миссии Аполлон-13, было принято решение разбивать все ракеты-носители о поверхность Луны в чисто экспериментальных целях, предварительно установленные астронавтами на поверхности Луны сейсмометры замеряли энергию от удара при столкновении последней ступени ракеты-носителя о лунную поверхность. Эта бесценная информация помогла геологам больше узнать о составе и плотности Луны и почвы, и в целом внутренней структуре земного спутника. Если она не может переубедить скептиков, которым нравится теория о самом знаменитом фильме Стэнли Кубрика, то остается уповать лишь на то, что НАСА найдет на Луне самое главное доказательство пребывания там астронавтов в 70-х. Таковым можно будет считать артефакт, опять-таки связанный с миссией Аполлон-16. Ее участник, астронавт Чарльз Дюк, оставил на поверхности Луны свой семейный портрет. На фото он изображен женой и сыновьями. На обороте фотографии Дюк написал от руки следующий текст. Это семья астронавта Чарльза Дюка с планеты Земля, который высадился на Луне 20 апреля 1972 года. Поскольку на Луне нет ветра, а также влажности, эта фотография должна до сих пор в первозданном виде лежать на том месте, где ее оставил астронавт. Существует еще одна теория, более прозаичная, которая объясняет прекратившиеся полеты на Луну, потеря интереса и необходимости. С момента первой посадки на Луну интерес к ней значительно уменьшился, поскольку посадка на Луну не имела реальных практических применений или преимуществ. Она не могла получать общественную или политическую поддержку. Было легко сплотиться вокруг мечты о том, чтобы посадить человека на Луну, когда это было частью интенсивной научно-инновационной гонки против СССР, а когда цель была достигнута, потребность в полетах отпала. Кроме этого, у человечества сейчас нет задач на Луне, не решаемых при помощи роботизированных зондов. Некоторые эксперты активно продвигают идею того, что, мол, на спутнике нашей планеты полно редкоземельных материалов, которые можно просто прилететь и забрать с собой на Землю. Но для этого, опять же, не обязательно высаживать туда человека, можно обойтись роботом. Что касается идеи заселения Луны, то пока в этом нет острой необходимости. Те же пустыни на Земле занимают 11% суши, и гораздо логичнее сначала заняться заселением этой территории. Есть атмосфера, защищающая от космической радиации. Можно дышать без скафандра. А температура хоть и высокая, но не смертельно опасная. Но при этом планы отправить человека на Луну у некоторых стран все-таки есть. Япония думает высадить своих космонавтов на спутник Земли к 2030 году. Цель полета – исследование поверхности Луны. По крайней мере, так заявили представители японского агентства аэрокосмических исследований. И, наконец, самая очевидная причина прекращения полетов на Луну – отсутствие денег. Весье Аполлон-17 предшествовало крупному нефтяному кризису начала 70-х. Тогда многие подвергли сомнению необходимость отвлекать цены, средства и усилия в освоении космоса. По последним подсчетам, чтобы вернуться на Луну, американцам пришлось потратить более 120 миллиардов долларов. А такой бюджет им никто не выделяет. В разгар миссии Аполлон НАСА получило почти 5% федерального бюджета США. Сегодня он получает всего 0,4%. Ну а в комменты напишите, если бы у вас была возможность путешествовать по космосу. На какую планету или звезду вы хотели бы высадиться? Ну, на звезду вряд ли получится высадиться, но все же оставьте свое мнение в комментариях. Будет интересно почитать, что вы там напишите. Ну а также, если вам действительно было интересно, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропустить все самое термоядерное. Спасибо за просмотр, а также заоценивайте предыдущие ролики.